ура так нормально сейчас я еще настроить час чтобы я могла его приветствую друзья так тема нет нету темы ваши вопросы как раз эту тему будут и развивать как в прошлом эфире помните у нас так бодренько все произошло когда миллион вопросов вот чат есть здесь на канале смотрите пожалуйста зайдите туда в комментарии и давайте ваши вопросы потому что все время получаешь в личку кучу вопросов мне некогда отвечать на них вот у меня когда даже не знаю как это объяснить когда мне пишут в личку у меня прям вот желание мало ответы давать то что все время как-то не вовремя а здесь вот пожалуйста привет с удовольствием посмотрю а может вопрос придумаю елена давайте придумывайте что не знаю даже вода на что сразу направить ваше внимание первый вопрос проблема переедания давайте тогда здесь же пишите в чате почему для вас эта проблема переедания во вторых почему какая причина что вы не можете остановиться и на основании этих ответов да я продолжу тему вообще мы переедаем с вами чтобы заполнить внутреннюю пустоту нам обязательно нужно туда вот вовнутрь себя положить и наша душа требует чувства положить туда чувство безопасности удовлетворенности любви чувство до любви и мы начинаем этот стресс от того что мы чего-то не испытываем заедать едой то есть еда для нас уже заменитель радости это у нас заменитель досуга еда у нас типа якобы спасает от стресса но она действительно спасает тем что мы поели мозги отключились мы ни о чем не думаем вся энергия направлена на то чтобы переваривать эту пищу мы такие ленивые ничего не думается ничего не хочется и вроде как проблем нет потому что наш мозг лихорадочно не думает о них так как у него все внимание на переваривание этой еды то есть мы с вами сублимируем все свои проблемы на еду то есть еда это такая душа нет мотивации чем-то заняться поэтому я жру когда не знаю чем заняться ну вот она вы сами же и ответили а вы ответили светлане вот все правильно то есть когда мы знаем чем заняться это тоже причина и мы просто время свое заменяем ну здесь логически если подумать то надо искать хобби нам нужно искать занятия нам нужно искать не знаю выходить в интернет какие хобби какие занятия но по сути я вообще даже не понимаю как мне очень сложно это понять как можно не найти чем заняться у меня 24 на 7 времени не хватает потому что вот надо дома убраться что-то приготовить себе сыроедное я сыроед что-то вкусное что-то полезное засушить корочки какие-нибудь там сделать косточки авокадо там натереть их мне надо там стирку устроить подобрать там все наряды придумать с кем пойти погулять пописать книжку ответить на вопросы придумать какой-то очередной курс сейчас занялась обучением техник на техника зубов я хожу в клинику бесплатно и учусь потому что я вообще без дела не могу сидеть вот и так к сожалению или к счастью к счастью наверное она мне никогда не может закрыть потребности занятиях и если я хочу есть ну бывает такое вечером то у меня орешки у меня сухофрукты полезное что-то я пью чай травяной я заменяю ну вот эту вот жаротву может так сказать как вы назвали ее зарядка сел на компьютере сейчас я пойду за зарядкой не побеспокоилась заранее посмотреть сколько у меня подождите я с вами многие говорят я не могу отказаться от еды вот ребят не надо от нее отказываться можете есть топами просто вам качество еды нужно заменить то есть одну еду на другую не по полезную концентрат на то что можно есть тазиками зелень помидорки фрукты овощи орешки полезную еду с полезными рецептами изучать и кушать много то вам запрещает тазик съесть вкусняшек полезных не пузыря откуда я ее моя можно ли силой мысли изменить фигуру сила мысли вам поможет изменить тани а питание уже повлияет на фигуру плюс привычки на спорт то есть мысли мы не можем вот так сидеть на диване и внушать себе что хорошая фигура так не получится вообще все наши проблемы от того что мы думаем что они решатся таким таким логическим способом нет они не решатся даже с шаблонами мышления работаем и со своим мозгом только для того чтобы поменять мысли а эти мысли повлиять на наши действия и действовать уже себе на благо действовать себе пользу все спасибо что подождали так сейчас мани своя рука тянется за лишним куском светлана вам просто надо перейти к нам в группу сыроедов вернее это даже не сыроеды у нас там группе обычные люди которые едят обычную еду вот у нас там очень много сыроедческих рецептов очень полезных рецептов и можно готовить себе просто реально тазиками полезную еду которая не повлияет на ваше тело в направлении и будет наоборот оздоравливать его потому что я тоже не за отказ чтобы не есть я тоже люблю поесть вот я готовлю себе торты и сладости пирожные и начала сейчас пробовать печь хлеб ну опять уже месяц не пеку то что не хочется тяжести вообще никакой мы просто с детства из-за этих пищевых привычек с вами привыкли таскать с собой груз и тяжесть в теле и типа если нам легко даже если мы не хотим есть нам все равно нужно туда засунуть это привычка это шаблон мышления навязаны здесь не поешь не вырастешь не поешь не будешь сильным не поешь со стола не встанешь родители очень сильно манипулировали нашим сознанием давя на жалость то что ты чё там не любишь типа меня давай за маму за папу и так далее вот этих шаблонов на самом деле вот такая большая критическая масса которая уже влияет и мы были ни хрена ничего не можем поделать раз мы пока ничего не можем поделать шаблонами и их не разобрали не выписали по крайней мере мы можем продолжать так же есть просто заменить перестать ходить в магазины и покупать все что там продается начать ходить на рынок или в магазинах брать фрукты овощи зелень любые необработанные семена у меня дома куплен там амарант пшеница конопля зеленая гречка овес чайокина что я забыла еще полный шкаф я с вечера это все замачиваю утром прекрасный каша в блендере туда можно фрукты либо овощи делать овощные такие классные супы это очень питательно во первых я ем утром не знаю у меня вот такого стакана каши хватает я наедаюсь просто потому что злаки они очень питательные с фруктами вот а вечером я ем салат ем пророщенные или пророщенные семена либо микрозелень салата с орешками и я наедаюсь я всегда хожу с полным как сказать с полными чувствами что я блин на это я сытый мне хорошо и нету никакой тяжести нету ну вообще вот с этим проблем поначалу когда я приходила на такое питание хотелось много есть я делала прям салаты тазиками вот я не наедалась потом сверху закидывала сыроеческими там тортиками пирожными конфетами шоколад свой делаю вот сейчас вот последние 4 месяца наблюдаю что мне хватает салатика там вообще чуть поесть я сытая пищевые привычки они происходят плюс это еще паразиты кушать требуют ваши червяки блин плохо промытые овощи рыба шашлык там мясной оно все вам ну если вы это едите по-любому у вас 100 процентов куча паразитов плюс еще грибы есть очень много способов как можно избавляться едой не переходя на там начистки стальные голодания а очень мягко просто кушать обычную еду вернее не в прямом в прямом смысле обычную еду которую всему привыкли а сыроедную еду и убирать всех этих паразитов например кожура граната если ее отварить 10 минут прокипятить при маленькой температуре пить там в течение 10 дней по стаканчику натощак вы избавитесь от грибов от грибов больше ничего вас не может избавить практически все эти чистки препараты они только поверхностно убирают грибы они просто знаю в желудке в стенках кишечника прям зарослями корнями своими выгрызаются и никуда не деться от них из-за этих грибов и паразитов все время требуется мы все время голодные то есть это одно второе это стресс который нужно решать здесь уже решается стресс надо решать свои проблемы придумывать варианты а б что делать если это не случится то что я хочу что делать если это случится то есть это уже нюансы работы с шаблонами то есть нам нужно работать чтобы приобрести уверенность вот тут сейчас вопрос был поводу как обрести безопасность безопасность мы можем обрести только познавая этот мир кто мы как мы этот мир творим если мы понимаем какие причинно-следственные связи создают то что вокруг нас происходит то мы естественно будем чувствовать безопасность потому что мы не с вами никакой фигни так как вся фигня вокруг это лишь следствие наших с вами торможений сделать что-то по нашему желанию все наши проблемы это следствие которые учат нас не делать каких ошибок вернее ошибки делать чтобы развиваться обучаться на этих ошибках но не повторять их раз в грабли когда мы понимаем что мы создаем сами все это что у нас происходит что ничего в этом мире не происходит без нашего согласия без нашего желания пройти этот опыт тогда и наступает это чувство безопасности уверенным быть завтрашним мне это невозможно потому что мы не знаем что случится если бы мы знали смысл жизни вообще бы не существовало бы у нас бы вы не жили просто если бы мы знали что будет завтра вот но мы должны завтрашний день встречать с интересом и с радостью что с вами что бы ни случалось почему-то это хорошо что бы ни случалось зачем-то это нужно есть на это причины причины возможно чтобы обезопасить себя от каких-то последствий которые вы не хотите либо причины мы должны чтобы изучить через эти ситуации которые вам не нравятся себя изучить что вы делаете не так что мы там как-то себя убиваете убиваете своими мыслями убиваете себя из-за нежелания жить убиваете твое тело убиваете окружение убиваете свои желания убиваете свою энергию которая вам приходит на желание. Каждый раз, когда мы что-то захотели, у нас есть все ресурсы, есть вся энергия для того, чтобы эти желания исполнить. Но наш ум сразу начинает нам говорить, да, у тебя не получится, да, может быть, какая-то херня, если ты это сделаешь, да тебя не одобрят, а тебя не будут любить, а тебя осудят и так далее. То есть мы начинаем придумывать себе такие сказки и бездействуем. И вот это бездействие потом к нам как раз и оборачивается этими проблемами, которые показывают, какого хрена ты сидишь на попе ровно и бездействуешь. Ты хотела тебе пойти, надо и сделать это. Но мы это не делаем. Вот, пожалуйста, проблема. Если вы знаете причины следственной связи, что все проблемы – это лишь отражение ваших мыслей, и вы можете на них влиять, можете осознанно жить и понимать, о чем вы сейчас думаете, останавливать себя от этих токсичных мыслей, которые вас просто сдерживают. то ваш мир будет, блин, для вас безопасным. И как эта уверенность, чувство безопасности происходит, когда вы с собой рассуждаете, да, кто я, как я этот мир творю, да, как это все происходит, почему это происходит, когда вы задаете себе вопрос, а что мне показывают люди. Вот, например, такой. Вы что-то захотели, например, дом. У вас этого дома нет. Вы очень хотите. Сразу начинают все события, все люди, которые вас окружают, начиная людей на остановке стоящих, заканчивая самым близким окружением. Все начинают вам транслировать, каких ресурсов, инструментов и кирпичиков не хватает, чтобы построить это желание, чтобы построить этот дом. И они вам показывают то, каких чувств не хватает, потому что мы все это чувствами творим. Уплотняя их в плотную форму, видя вот этот мир физически, щупая его, да, и тем самым там глубинная мысль, познаем себя. Так вот, мы захотели дом, его нет. И к нам приходят люди и транслируют, грубо говоря, мягко говоря, не знаю, говняшки. То есть нам все начинает не нравиться. Так вот, все, что нам не нравится, это как раз и есть те ресурсы, которых не хватает для постройки дома. То есть начинают приходить люди, которые, например, вас начинают обманывать. Люди, которые там жадные, люди, которые там скупые, люди, которые предают, изменяют или еще что-то. У вас какие-то ситуации негативные возникают. Потому что нужно рассмотреть, а что они мне показывают? Вытащить все вот эти негативные моменты, которые вам не нравятся, например, жадность, измена, неблагодарность, грубость и так далее. И подумать, это мои чувства, они вызывают у меня эту грубость, значит, я грубая, это часть меня. Жадность, это тоже часть меня. Скупость, тоже часть меня. Измена, это тоже часть меня. Я тоже изменяю. И подумать, как вот эти чувства обернуть себе в пользу, как их использовать. Например, жадность, это всего лишь чувство. Мы его оцениваем плохим по поступкам, эту жадность. Но сама суть жадности, это чувство, когда мы жадно, допустим, жадно пытаемся дышать этой жизнью, жадно жить, жадно впитывать знания, жадно кайфовать на полную катушку. То есть жадность, это неплохо и нехорошо. Нам люди транслируют жадность с негативной стороны для того, чтобы мы поняли, что мы сами эту жадность не используем в пользу, а в негативную сторону в отношении к себе, жадничаем эмоциями своими собственными, жадничаем своими действиями. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? И что надо сейчас подумать, где я свою жадность могу использовать в моменте, в течение дня думать про эту жадность и жадно наслаждаться фильмом, жадно пойти гулять. То есть вы эти чувства начинаете в себе раскрывать. Люди, которые транслировали вам жадность, перестают на вашем пути ее показывать. Вы просто перестанете это видеть, потому что вы этот ресурс начинаете использовать. Люди также параллельно этой жадности показывают там скупость, гнев и так далее. Вы точно так же переводите в ресурс, где я также негативно использую этот гнев, потому что это мое чувство, мне мир его зеркалит. Где я могу это использовать с пользой? Например, я могу быть скупой на токсичные мысли те же, да, я могу быть скупой на какое-то поведение, которое мне не нужно. То есть скупость это тоже чувство, оно тоже неплохое, оно тоже нехорошее, просто мы определяем степень минус или плюс, в какую сторону, полстепени его использования. Сами суть не понимаем, и если мы хоть раз где-то получили опыт, что жадность это плохо, когда мне что-то не дали, а я очень хотел, у нас автоматом записывается на подсознании шаблон, что жадность это плохо, и мы это чувство не используем, мы его блокируем, мы как бы это чувство закрываем от себя, отрицаем его, и подсознательно при нашем поведении мы делаем все очень скромненько, то есть представьте, актер на сцену вышел, ему нужно жадно отыграть свою роль, то есть выпустить все свои эмоции, чтобы прочувствовали зрители, а этот актер, ну реплики говорит безэмоционально, в полголоса, не отыгрывает на полную катушку, естественно миру это не нравится, который смотрит актер этого на сцене, и мы точно так же ведем себя в жизни, как этот актер, мы все делаем наполовину, мы не максимально выкладываемся, не показываем там своих эмоций, не показываем свои действия, делаем все в полсилу, я таких вот людей очень много наблюдаю, допустим, на сцене выходят люди, танцуют какой-то танец, и из общей массы людей, танцоров, кто-то выделяется, кто не выкладывается вот прям чувствами, да, в этом танце, а делает машинальные какие-то движения, при этом видно, что он это без чувств делает, вот мы в жизни точно так же выделяемся, и вот для любых наших желаний не хватает все чувства использовать, какие нам нужны для этого желания, и люди приходят к нам с этими негативными вещами, которые на самом деле это только нам плюс и польза, ресурс, и показывает то, что возьми на заметку, ты это тоже так же, как и я, неправильно используешь, это чувство тоже есть в тебе, тебе не хватает это чувство использовать, понимаете, и тогда, понимая, как вот этот мир творится, что нам транслируют люди, будете чувствовать безопасность, что все ситуации, которые вам не нравятся, они наоборот только в плюс, они наоборот только в пользу, нет ничего в мире происходящего, что бы вам не было бы нужно, а мы от всего этого убегаем, отстраняемся, и просто нет. Точно так же с нашей правдой, мы придумали себе только какую-то одну о чем-то мысль, что солнце желтое, хотя и белое, и красное бывает, и так далее, мы придумали себе, что жадность это плохо, мы придумали себе, что не пойдем на работу, денег не будет, у нас есть шаблон, на который мы опираемся, и весь наш мир, да, и вся наша жизнь состоит в каком-то убеждении о чем-либо. Нам надо с вами вернуться в детство и вспомнить, как ребенок маленький тысячу раз показывал на говняшку и спрашивал, что это, ему родители уже тысячу раз рассказывали, что это, он на вкус попробовал и стену обмазал ими, я в них игрушки полоскала, больше больше только не творила. И ребенок хочет увидеть, неважно, что, любой предмет, событие, птичку, которая летит по небу, с другой стороны и все время хочет услышать, может ему как-то еще по-другому расскажут, он хочет изучить со всех сторон, и снутри, и снаружи, и что скажет куча людей, окружающих, и папа, мама, бабушка, и много раз просто одно и то же. А мы с вами консервы, законсервировались и всегда думаем, что вот если я знаю эту правду, то она именно такая, но это только одна сторона медали, мы с других сторон ее не видим. Поэтому это тоже тема, которая вот этой упертости в чем-либо, что вы так очень хорошо знаете по своему опыту либо опыту, который вам авторитеты рассказали. Вот вы очень сильно уперто на это смотрите, и нам мир будет отражать проблему другую сторону. Типа, обрати внимание, что у твоей любой правды, во что бы ты ни верил, всегда есть противоположные стороны, и ты не прав. Когда вы понимаете, не, никогда вы понимаете, когда вы хотите, есть какое-то желание у вас есть, у нас всегда есть желание, куча, к нам часто приходят люди, которые с нами спорят и пытаются доказать свою правду. Особенно, если вы сейчас выйдете в соцсети, вы увидите, сколько споров под каждым постом, рилсом, видяхой, все, вот, каждый свое мнение пытается, и вы беситесь, вы думаете, что вы один-единственный знаете, как надо, а все остальные не правы. А вот эти люди просто приходят вам показать то, что перестанет ставить свою правду, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни делал, каждый раз себе задавай вопрос, интересно, я точно знаю, что они не правы, но они отражение меня, значит, я тоже не прав, и нам надо эти правды как-то соединить, его правду, мою правду, а есть еще новая, третья, новая, десятая, и, возможно, есть еще другие стороны. Когда вы попытаетесь отказаться от всего, что вы знаете, что суп есть, это хорошо для желудка, например, что мясо там незаменимо, и там есть аминокислоты незаменимые, а вот все остальное больше никак. Неважно, от какой правды вы бы не отказывались, вы найдете куча-куча подтверждений, что есть еще какие-то другие стороны, и вот тогда вы будете всегда заполнять новой информацией, и тогда вы будете развиваться, вы тогда будете расти, и тогда события будут вам нравиться, потому что любые проблемы это отражение нашей упертости в какой-то херне, неважно в какой, будут вообще в любой. Так. Сейчас все почитаем. От чего сыпятся зубы кариес? У зуб очень много причин, очень много причин. Самая главная мысль, которая у меня из книга зубы, очень старенькая, я ей года 3-4 назад написала, почитайте, там она коротенькая, но очень интересная. Одна из главных мыслей зубы – это самый крепкий материал в нашем теле. Самый крепкий, представьте. И он разрушается, потому что если мы переложим на наш мир, что самое крепкое в нашем мире за материал, это алмаз. Когда его начинают обрабатывать, делать огранку, он становится очень хрупким, то есть, чтобы сделать бриллиант из алмаза, красивый, сверкающий, он становится хрупким. Когда мы с вами уходим в эго, когда мы с вами хотим казаться лучше, когда мы пытаемся себя переделывать, когда мы пытаемся выглядеть, везде ищем изъяны и хотим все исправить, когда мир несовершенный, тело несовершенно, мы несовершенные, надо все улучшать, 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 потому что другой я хреновый, другой мир хреновый, все надо улучшить. Мы как бы делаем эту огранку, мы пытаемся красоту навести, и мы делаем хрупким мир, хрупким зуб. Это вот прям грубо говоря. Плюс там еще много моментов, но это вот одна из главных мыслей, когда мы пытаемся казаться лучше, чем мы есть, но мы не можем быть ни лучше, ни хуже, мы все уникальны, и мы все должны взаимодействовать и свою уникальность проявлять и другим показывать эту уникальность, чтобы обмениваться вот этим опытом, расширяться, и каждому приносить пользу, потому что если я буду какой-то такой же похожий над кого-то, то мои уникальные явления ему не нужны, у него же такие же, то есть я уже ему не нужен, он мне тоже получается. Нам с вами нужно всегда взаимодействовать, проявлять именно свои уникальные как и внешние данные, так и внутренние, и действия свои уникальные, и чувства свои уникальные, и проявления свои уникальные. Нам все надо как все быть на кого-то похожим, стремиться к правилам, к нормам, Не выделяться, не высовываться и так далее. Тоже сразу мир транслирует проблемами. О чем может сигналить проблема с корнем зуба? Очень затянувшаяся ситуация. Вот как раз про это сейчас говорила. Ну что, надо будет лечить его, к стоматологу идти в любом случае. Что поделать. За последнее время меня беспокоит здоровье мамы. Здоровье мамы. Я еще не дочитала, скажу пару слов. Люди, которые вокруг нас, особенно в самое близкое окружение, они нам зеркалят нашу проблему, нашу болезнь. То есть все, чем мама болит, психосоматику смотрим для себя. Сначала проблемы где-то там на дальних подступах, у непонятно, мало знакомых людей. Какие-то проблемы внешний мир сигналит нам. Мы это все не замечаем, пропускаем. Ну типа, да я это знаю, но вот у меня нет ни сил, ни времени это исправлять. И так далее. Подбирается ближе, ближе, ближе. Уже доходит до родни. Если сигналы родни, мы для себя не расшифровываем, тогда это уже доберется до нашего тела. Животные, дети. Это самый близкий круг, который нам показывает точно наши проблемы. Нам, естественно, так же. Так, она последние несколько месяцев страдает от отеков. Очень развитый человек. Не перестает учиться. И в теме психологии цифрового скрининга. Так все происходит в моей реальности. Не могу понять, от чего и зачем. Проблема не в маме, проблема в вас. Как я на прошлом занятии, сейчас я открою Google. Ой, на прошлом занятии. На прошлом эфире рассказывала. Давайте учиться смотреть, что сигналит мир через психосоматику. Не смотря психосоматику, а просто смотреть в интернете, допустим, что у нее там ноги отекают, тело вообще полностью отекает. Смотреть функцию органов, да, и потом перекладывать на внешний мир. Если орган перестает с этим справляться, что он мне делает, значит, это я перестала справляться и что-то это делать. Сейчас я просто наберу отеки. Не про органы вы сказали. Ну давайте, отеки, что это? Как они происходят? Я не знаю, как сейчас это написать. Отеки, обозначающие аномальное накопление жидкости в определенных тканях организма. Сейчас я спрошу, почему они возникают. То есть я не прибегаю сейчас к Луизе Фейтам или кому-то, кто психосоматику пишет, а просто хочу понять поглубже, да, что-то либо за орган, что он делает в организме, либо последствия, да, откуда они возникают. Давайте, почему отеки, вот, набираем. Части тела отекают от травм или воспалений. Ну травмы, понятно, у нас психологические, вот, либо воспаления. Лекарства, беременность, инфекции могут вызвать отек, так, дальше. Скопление жидкости происходит при ее выделении из мелких кровеносных сосудов в ближайшие ткани. Так, проблема с кровеносными сосудами. Кровеносные сосуды, так, кровеносные сосуды. Что выполняют? Такую функцию. Кровеносные сосуды, эластичные трубчатые образования в теле, по которым силой ритмически сокращающегося сердца и пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму. Давайте функцию крови. Смотрим. Кровь переносит кислород в воду, питательные вещества. Все ткани организма собирают отходы жизнедеятельности из тканей, доставляют их в органы выделения. Переносит клетки и белки, которые помогают защитить организм от инородных веществ. То есть, по сути, сейчас у нас проблема с взаимодействием, да, с этим миром. Кровь переносит кислород, основа нашей жизни, водопитательные вещества во все ткани организма. То есть, давайте переводить на внешний мир. Сосуды помогают. Сосуды во внешнем мире, что это может быть? Это коммуникация. Это путь, да, через который проходит обмен. Обмен питанием. Чем мы питаемся? Информацией. Очищение. Восполнение. Так, значит, получается, мы с вами перестали коммуницировать, очищаться от какой-то ненужной нам информации. Перестали впитывать нужную информацию. Перестали впитывать нужную информацию. Тут у меня еще возникает такая ассоциация. Помогать мы перестали другим людям. Не принимаем помощи других людей. То есть, по сути, клеток, кровь с сосудами, они же нужны для питания, очищения. Поэтому мы с вами от этого мира не берем все, что нам нужно, у нас проблемы с этим, да, и не отдаем то, что нужно. То есть, у нас проблемы с коммуникацией. Теперь надо переложить, что происходит в вашей жизни. Вот, ну, маму, да, у вас. Вы конкретно сейчас, ну, как вы живете, да, как вы общаетесь, как вы помогаете этому миру, как вы проявляетесь, что полезного вы приносите в этот мир. Вот, ну, и плюс, если это еще ноги, то есть, вы куда-то не идете, ну, и руки тоже не делаете. Вода – это источник вообще информации. Значит, все-таки это дело связано с информацией. Замалчиваете что-то. А вот вы сейчас слушаете меня, да, у кого нет проблем с сосудами, с кровью и с отеками, вы просто наматываете на уз, как рассуждать, чтобы понять вот этот сигнал мира на вот этом простом мере. Раньше любой проект удавался, и денег приходило всегда море. Как это вернуть? У меня тоже так же было раньше. Ну, сейчас период такой, что нужно чем-то… Сейчас такой период я для себя нашла, что нужно сейчас не бежать с деньгами, вот, а попробовать развиваться безденежья. Это же тоже наше желание. Когда у нас есть деньги, мы много чего не делаем, много чего не познаем, не изучаем, не поднимаем путь свою и так далее. Когда есть все легко и просто, мы углубляемся в какие-то свои процессы, там, рабочие хобби, которые именно деньги приносят, а вокруг там ничего не замечаем. У нас такая вот гоночка за деньгами идет, и наслаждение вот в каких-то узких сферах. Вот. Пришло сейчас время расшириться и идти дальше. То есть те моменты, в которых мы деньги получали, они просто уже отжили свое, да, и нам просто нужно дальше искать и развиваться в каких направлениях, которые будут тоже давать деньги, да. Но сначала это надо найти. Просто, как я сейчас, разные сферы деятельности пробую, и вам надо будет теперь попробовать. Старое уже не работает. Вы уже там опыт получили. Вернуть в том же самом русле, значит, не получится. Вы уже прошли этот этап. Теперь нужно начинать что-то новое. Новые проекты, новые движения, новое хобби, новые познания, какие-то развлечения. Повернуть в какую-то вообще другую сферу. Когда чем-то увлечена, еда вообще не интересует. Просто не хочу. Своих запасов на полгода хватит. Да, действительно. Я, например, книжку пишу, бывает, через неделю очухиваю, что три яблока, которые были в холодильнике, съедены наполовину только, и все, я вообще забываю есть. Когда мы не знаем, что делать, значит, надо искать занятия. Что обозначают бородавки и родинки? Раньше их было меньше. Ирина, ну, если смотреть на наш обычный материальный мир, то это, ну, раковые новообразования. Вот. Ну, не опасные, конечно. Для вас никуда есть. Проблема в нашей еде. В синтетической еде, которую мы едим, в мертвой, жареной, вареной. И если вы хотите от них избавиться, вам надо пищевые привычки свои внять. К счастью. Вот. И это хорошо. Дальше сама по себе. Давайте папилломы посмотрим. На психосоматике. Папилломы. Что это? То есть, когда я вам гуглю, интереснее, да? Наросты на кожных покровах и слизистых образований, которые вызваны вирусом папилломы. Так. Образования доброкачественные. Но существует определенный риск их трансформации в злокачественные. Так. Почему возникают папилломы? Активность вируса, который стимулируется определение клеток в теле, приводит к локальному утолщению. Субъективные симптомы вируса могут быть представлены легким вирусом. Так. Сейчас. Подумаю еще какой вопрос задать. Ну ладно. Хорошо. Новообразование на коже. По психосоматике. Что такое кожа? Это связь между внутренним и внешним миром. То есть, заглядывая в конец учебника, ваше проявление не соответствует вашему внутреннему миру. То есть, внешне вы не такая, какая вы внутри. И с этим нужно работать. То есть, начать быть собой. Перестать бояться проявляться. Любые вообще проблемы с кожей. Это несоответствие внутреннего мира с вашим поведением вовне, с людьми, в социуме. И так далее. Чувствуется. Так. Здравствуйте. Погиб сын в 18 лет. Суицид. Чувство вины. Как жить дальше? У меня еще сын младший. Прошло 3,5 месяца. Боль от потери только усиливается. Ну, здесь, конечно, на эфире невозможно вам сказать, как принять эту ситуацию, да. Но я бы вам посоветовала бы заказать магическую таблетку. Ну, она так называется по-дурацки. Что работает? Такое название. Где я пишу персональную книгу с... Просто про суицид у меня очень много людей заказывали из своих детей. Потому что смерть детей для родителей, это, ну... Психологам годами можно ходить. Желание жить напрочь просто пропадает. Как это объяснить? Короче, вам нужно очень длинную книжечку прочитать от меня по поводу мышления, да. Как понять, почему он ушел. Я это пишу. Для чего? Зачем? Что он отражает? Как жить дальше? У меня есть такая тема, вот, не очень приятная, но это нужно почитать и выйти с этой темы. Вы потом напишите мне в личку, скину ссылку, что это такое. Потому что так, ну, не ответишь. Все люди, которые уходят от нас, они нам транслируют заняться собой. Как бы это ужасно грубо не звучало, да, но рядом с этими людьми мы не идем своим путем, так сказать. И души заранее уже договариваются, да, чтобы вы такое вот прошли. И вы научились жить, любя себя, да, не отдавая себя близким. Ну, это сложно понять, конечно. Прыщи на шее сильно повылазили с переходом на смешанное сыроедение. А по психосоматике что это? Ну, вот прыщи я вам сейчас и рассказала про проявление, а по поводу переход на смешанное сыроедение, это тысячу процентов. У вас будут аллергии, прыщи, это так и должно быть, чистка организма началась. Все токсины, которые у вас не выводились, они не выводятся. Все наши синтетические вот эти вот концентраты в еде, это все всегда в нашем организме. И когда вы начали сейчас на сырую пищу переходить, вы начинаете наконец-то эту чистку. Там 7 лет организма чистится и этого не избежать. Вот, хотите, чтобы этого было поменьше, то в группе сыроедов мы об этом пишем, что замените там чай, кофе только на травы и очень много различных трав заваривать, чтобы это все быстренько выходило, побольше все-таки фруктов, зелени, поменьше всего этого, до 70% доходите. Вот, я сама сейчас вся исчезалась, потому что я съела не очень полезную еду недавно. И я просто вся покрыта и чешусь прыщами, даже не знаю, не видно, короче, будет. Здесь у меня все красное, у меня весь живот высыпал, ну, потому что это чистка, это нормально. Конечно, хорошо, когда у нас нет проблем, мы едим обычную еду, мы просто не замечаем, но эти проблемы накапливаются, они вылезут. 40, 50, 60 лет, мы без зубов останемся, 100% все, да, с пористыми костями, с болезненными всеми органами, и потом будем жить на лекарствах. Лучше сейчас чиститься, иногда иметь высыпание, аллергию, там, да, но вывести всю эту гадость, да, и не закладывать ее дальше. Поэтому придется терпеть. Сколько лет мы в себя токсины и яды запихивали. Ну, тут еще не только еду надо менять, да, надо проследить, какую мы воду пьем, какую зубную пасту чистим, зубы, да, какие химические средства используем, косметику, вот, через кожу впитывается яд очень быстро, прямо в кровь, и надо, ну, вообще привычки вот эти вот все жизненные менять. Тут, блин, с едой разбираться мало. Сколько мы токсинов получаем, просто дичайшее отравление от посуды с покрытием вот этим вот хорошим, якобы в кавычках, вот. Ладно, не буду про это сейчас пугать вас. Прошла очень серьезный курс в поисках работы сейчас. Нелли, прошла очень серьезный курс в поисках работы сейчас. Мало уверенности в себе, перед интервью трясусь, как осиновый лист, ощущаю на себе эффект самозванца, во всей красе, работаю с собой, трансформирую, но все равно кажется, как будто чего-то мне не хватает постоянно. Какие советы? Заранее благодарю. Но вы трясетесь, потому что у вас страх потерять то, чего у вас даже еще нет. У вас еще нет этой работы, почему вы боитесь ее потерять? Нет, это так следующее. Чтобы 100% прийти и вас взяли из вот такой большой папки, это на своем опыте на многих работах оттестировано. Чтобы вас взяли, нужно просто реально открыть дверь с ноги, сесть в расслабляющую позу, да, и сказать, ребят, я вам нужна. Вот, благодаря мне и такому ценному работнику мы тут можем исправить вашу ситуацию. Немножко изучить работу, на которую вы пойдете, и сразу себя в позиции поставить, что не работа вам нужна, а вы нужны этой работе. Потому что работодатель, он заинтересован в своих работниках не меньше, чем вы в работе, и он без вас никто и ничто, потому что если у него на работе не будет людей, работу выполнять некому, работу выполнять некому, денег нет. Какой же это бизнес, какая же это работа? Ну, то есть человек, который принимает на работу, имеется в виду сейчас не про людей, которые такие же работники принимают на работу, а тот, кто там, создатель компании и так далее. Он ее создавал для того, чтобы прибыль получать, и ему нужны кадры, которые ему эти деньги приносят. Вы приносите деньги. И не у вас зависимость от работы должна быть, а от вас. Вы источник денег, понимаете? Поэтому верьте в себя. Пришла я в банк. Моя история такая была классная. А, нет, перед этим у меня была другая тема. Пришла я в бухгалтерию, на транспортную компанию. Говорю, хочу устроиться к вам бухгалтером. Я все знаю, хотя ничего не знала вообще университета. Даже не знала, как работать в 1С. Ну, практики не было. Мне говорят, 1С, знаете, я знаю, но вы мне покажите. У вас по-любому своя программа, подточенная под вашу работу. Они говорят, с чего вы взяли, что мы вас возьмем? Я говорю, ну, я крутая, у меня классный университет. Лишитесь классного работника. Не я вас заинтересована, а вы в хороших работниках. Мы вам деньги приносим. Прям так и сказала. Я не боялась, что они мне откажут. Не это так следующее. Не следующее так дальше. Людей, которые хотят заработать деньги, нанимая работников, бесконечное количество. Естественно, меня туда взяли. Мне еще вот показали вот такую стопку и сказали, ну, почему мы должны вот из этой стопки умнейших людей там выбрать именно вас? Я говорю, а потому? Пожалеете, если не выберете. И все, я вела себя уверенно и нагло. Прям очень нагло. Хотя сама внутри думаю, пипец, куда я попала. Страшно было, но я этого не показывала. Потом я уже устраивалась в банк. Мне то же самое сказали. Так, у нас тут просто вот, посмотри, стопки на столе. Там действительно было много анкет. И передо мной я в очереди стояла, в очень большой. Они все заходили быстро на собеседование. А им нужен был один человек. А там просто реально людей было много. Я сказала, ну, круче меня все равно никого не найдете. Они не понравятся, уволите. Вот. Я не помню точно, что я говорила. Но я показывала, что мы те, кто приносим деньги. И что дрожать как косинный лист, что я вытребую эту работу. То есть я не стала. Проблема в том, что им я нужна или другой работник, неважно какой, так же сильно, как и мне работа, понимаете. Как и нам работа. Им, ну, мы нужны даже сильнее. Потому что мы можем свою работу найти в других местах. А им надо, ну, только в одном месте, чтобы у них были работники. То есть у себя. То есть они деньги у себя зарабатывают. И им нужны нормальные люди. Вот. Поэтому, естественно, я когда потом была сама работодателем и очень много принимала людей в разных сферах, и ателье было у меня свое, и рекламным агентством я занималась, чего только не делала. Я видела, как трясутся люди, и я им тоже говорила, такой, ребят, я в вас заинтересована больше, чем вы во мне. Честно говорила. Так что перестаньте там бояться, трястись. И выбирала самых самоуверенных, которые просто приходили и такие, я вас смогу? Нет ничего такого, чтобы я не смог. Блин, конечно, я их брала. Те, кто приходили и такие, ну, чё-чё-чё-чё-чё-чё, а какая заработная плата, какой график работы, а есть соцпакет. Я таких людей инициативных, 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 вот, я отсекала сразу. Мне нравится, и любому работодателю понравится человек, который будет работать и брать на себя ответственность. Вот, поэтому учите матчасть, линию поведения меняйте, и всё будет хорошо. Сохрани эфир, будь ласка. Да-да-да, я, конечно, сразу поставила на запись. Мужчина не дарит цветы, намекала, просила напрямую, и я поняла, что ему жалко, этого обида на него. Ну, здесь прорабатывать надо обиду, жалость. Жалость на пользу себе, ваши чувства, которые вам не хватает, человек, жалость вам показывает, что вот этого ресурса вам не хватает. Пожалеть себя, да, и перестать себя гнобить, пожалеть себя и перестать травить своё тело, пожалеть себя и заняться физкультурой. То есть вам жалость надо на себя переложить, где это полезно, где нужно пожалеть свою печень, пожалеть своё сердце, пожалеть свои глаза, не смотреть на всякую чушь, пожалеть свои уши, вот, чтобы не слушать всякую ерунду в новостях, допустим. Неважно. То есть вам надо жалость использовать в пользу, как я в самом начале эфира говорила. Обида точно так же, вы можете понять, что такое обида, да, и как её использовать для себя. Плюс что транслирует мир? Если мужчина не хочет вам дарить красоту, дарить внимание, значит, не хватает вам к самому себе внимания. сами себе не создаёте эту красоту, ждёте пока кто-то другой, перекладывайте ответственность, чтобы вам вокруг это всё создавали. То есть вам нужно научиться сначала быть главным для себя, первым для себя, главным помощником для себя, а потом мир это уже будет дальше отражать. Но мы решили с детства перекладывать ответственность, потому что родители за нас всё решали, а мы выросли и не повзрослели. Вот, и нам нужно от других требовать, но мы от других требовать ничего не можем, мы можем их только отражать. Для этого нам нужно себя менять, соответственно. где мы точно так же скупы, и где это использовать, скупость в пользу. Вначале про скупость тоже я говорила. Возможно, и ваше проявление к этому мужчине тоже скупое в каких-то моментах, да. То есть вот всё это нужно смотреть. Ой, вообще классно. Эти эфиры у вас наполнены глубиной и философскими мыслями. Хочется слушать ещё и ещё творение реальности чёткое. Спасибо большое. Мне когда так говорят, у меня голос прямо аж дрожит, хочется плакать. Ну, от кайфа. Так. Всё время вижу хромых с палочкой, безногих или на инвалидной коляске. О чём сигналят? Не могу понять. Подскажи, пожалуйста. Но опять же, да, инвалид – это я. Я хромой. Я опираюсь на костыли. То есть я ищу вовне помощь, опираясь на костыли. То есть еда меня спасёт. Еда – это такой же костыль, допустим. Заменяем настоящую радость от нашего творчества, проявления жизни, восхищения этим миром, нашими поступками и так далее. Мы заменяем искусственной радостью, едой, кино, требуем от других людей, пытаемся найти помощь, которую мы сами можем себе дать. Но нам нужно обязательно, чтобы нам помогли. Сами не хотим делать, да. Вот нам вот эта защита нужна внешняя. То есть на костыли опираемся мы. Галина, тебе надо понять, да, где ты сейчас хромаешь по жизни с костылями. На что ты опираешься? Например, на какие-то знания можешь опираться, да. Я же не знаю тоже сейчас, как ты сейчас живёшь, в каких ситуациях там находишься, да. Но ты пытаешься какие-то свои действия, свои мысли изменить чем-то внешним. Опора у тебя не на себя, да, а на ситуацию, на политику, там, я не знаю, на врачей. Может быть, на ребёнка или мужа, который будет соответствовать ожиданиям, родителей, кого угодно. Вот. То есть мы пытаемся опереться, да, на что-то. Как разбудить себе интерес к отношениям? У меня тоже его почему-то нет. Давайте будем вместе. Начать снова интересоваться мужчинами. Последние отношения были 4 года назад. У меня точно так же с мужем. Опять. Вокруг только подруги, на работе тоже девочки. Мужчины меня не видят. Наверное, нет женской энергии совсем. Что так и умру с кошками. Оксана, каждый день себе задаю этот вопрос. Ну, вроде как и хочется, да, вот. Вы же сейчас в этом вопросе сразу написали, что, ну, вам хочется, это подсознательно, но это чувствуется. Вот. При этом умом вы находите причины, да, чтобы это не делать. Работаем со страхами. Я вот про себя рассказываю, придумывая сейчас параллельно для вас. Что страшного случится, если меня мужчины начнут замечать? Надо же на них время находить. Я сейчас про себя рассказываю. Ну, пипец как не хочу. Ну, нет у меня времени. Книжки надо писать, вопросы решать. У меня тут еще столько непеределанного, столько не сделанного. Вот. Это же надо идти знакомиться. Это же надо рассказывать о себе. А что значит рассказывать о себе? Это надо проявляться, да. Это надо открываться этому миру. Значит, я закрытая. Не хочу проявляться. Ну, это так и есть. Я боюсь, что он меня там обманет, потому что все мужики козлы. То есть у меня есть шаблоны и паттерны, да, на которые я сейчас умом упираюсь, что вот, нет нормальных мужиков, все стали либо геями, либо всех называют девушек тарелочницами или еще что-то. Все, люби меня таким, какой есть, я тебе ничего не дам, и мужской спины от меня не увидишь. Все мужчины это транслируют. И я это вижу, потому что моя правда это подтверждает мне все время. В соцсетях вижу, да, как общаются мужчины. И каждый раз эта правда подтверждается, и я больше и больше в нее верю. Вот. Но, как в начале мы эфира с вами говорили, перестать верить в тот опыт, который вы получили. В рейку нельзя дважды войти в одну и ту же. Всегда будет по-другому, с разными нюансами. Здравствуй, грабли, да, бывают. Пока мы не встречем из этого уроки. Но, когда мы разберемся своими страхами, да, и выпишем, чего боимся, каких последствий. Как эти последствия можно сейчас, постелив соломку, да, решить. Ну, например, мне мужик будет изменять. Окей, изменил, до свидания следующего найду. Проблемы? Нет, не проблем. Хорошо, дальше что там? Он будет меня обманывать. Ничего страшного. Ну, окей, обманут тоже. До свидания. Мир полный людей. То есть мы начинаем закрывать свои страхи. Пишем, да, чего я боюсь. Вот сейчас он появится. Что мне надо будет делать? Как мне надо будет себя вести? Какие ситуации у нас будут возникать, если бояться мужик? Время на него надо будет тратить. Хорошо, как я могу с мужиком не тратить на себя время? Как я могу с мужиком не бояться, что он не изменит? Как я могу с мужиком... Ну, и все вопросы, да, вот мы закрываем. Нам надо это просто в рассуждении делать. Если вы посадите перед собой подругу, да, и вы начнете рассуждать, рассуждать с ней, она вам по-любому поможет наводящими вопросами. Сама с собой это сложно. Вот, поэтому я иногда сажу перед собой чат какой-нибудь, и мы начинаем с девочками играться. Потому что тоже у себя сложно такие вещи находить. Тяжело. Даже не то, что тяжело. Страшно. Страшно о себе узнать, что я такая. Как же мои шаблоны, моя правда может оказаться неправдивой, боже мой. Не такой реальной, как я думаю. Нам всегда страшно быть неправой. Вообще прям такой шаблон у всех сидит. У меня он тоже быть неправой. Очень страшно отказываться от своей правды. Ну, а подумать, а что страшного отказаться от правды? Ну, я же только расширюсь, узнаю больше. Очень страшно за то, что все время ты заблуждался. Признаться в этом очень страшно. Вот. Но это основа. Надо признаться, что мы можем заблуждаться и начать рассуждать, почему страхи не такие уж и страшные. Холестерин от чего? Холестерин – это полезный микроэлемент. или как он правильно, вещество, элемент, допустим, да, который питает клетки нашего головного мозга и расщепляет нам жиры. Но когда он соединяется с 3D-глицеридами высокой плотности или низкой, если высокой плотности, то он идет на питание, на полезное. Если с низкой плотность, то он идет в сосудики, образуют холестериновые бляшки. У нас проблемы с сосудами, может быть, гипертонический, из-за того, что скачу какого-то давления, бляшка отрывается, сосудик закупорило. И вот мы можем получить хрень всякую, микроинсульт, который очень часто многие получают, а потом максимальный такой, чтобы все, коньки отбросил. Вот. Холестерин сам по себе – это хорошо. Он неплохой, не хороший, это нужное вещество. Другой вопрос – в какие реакции он вступает, почему он идет на питание, да, в пользу, или почему он идет в минус, нам во вред. И не просто не расшепляет жир, а наоборот, его холодит. Не холестерин нужно бояться, а соединение, которое с ним соединяется. Жареная еда на синтетическом мертвом масле, который имеет высокую плотность этих канцерогенов, которыми у нас соединяется холестерин. Жирная, мертвая тоже еда, пищевые концентраты и так далее, и так далее. Оно все ведет этот холестерин не туда, куда нам нужно. То есть мы не его должны бояться, понимаете. Вот. Также и со всеми веществами. Нужно понимать, в какие реакции каждое вещество вступает. Ну, вообще не надо понимать, ну, и в эту химию. Понимать, что нету полезного и нету вредного, вопрос, как мы это используем. Вот, например, фрукты сейчас все скажут. Они нахимичены, они не полезны, лучше их не есть. Там много сахара и так далее. С одной стороны, да. Но если вы эти фрукты, овощи вымачиваете на ночь, да, убираете все эти пестициды, эту химозину, кушаете, сочетая правильно, фрукты, допустим, кушаете в первой половине дня, не едите на ночь, то это одна история. А если вы купили с магазинах химозных продуктов, это уже другая история. Вот, точно так же со злаками. Если вы сварили кашу, то это капец вашему кишечнику и проблемы с организмом, болезни. А если вы ее не сварили, а замочили, прорастили, это другая песня. Там уже по-другому влияние на организм идет. Как еще объяснить? Дело даже не в самих продуктах, а в способе их приготовления и сочетания. На этом закончу. В троедом группе мы очень много об этом говорим, если интересно, давайте к нам. Надоедливый кашель и пиршит в горле. По психосоматике кашель – это ваша недосказанность. Вы очень много глотаете обид, претензий, недовольств, не высказываете их. И, может быть, даже если этого нет, то вам есть что сказать людям. Неважно, на работе, близким, соцсетях, подругам, хоть кому. Даже самому себе в чем-то признаться. Вам есть что сказать, но вы этого не говорите. Даже себе боитесь о чем-то признаться. И кашель просто показывает, как симптом. Тело отекает выше. Елена, про отеки было. В эфир сохраню, пересмотрите. Прямо стремительное старение лица. Хотя тело все окей, всего 50 лет. Даже в 60 так лицо и не стареет, как у меня. Год назад все совсем так не выглядело. Что это может быть? Или что может влиять на такое стремительное старение? Мы все молодые и красивые. Говорим, что мы всю жизнь будем такие молодые, красивые, энергичные и так далее. Но наше питание, ребят, питание. И плюс наши мысли, которые влияют на это питание. Наши действия. Это все копится. Сначала все хорошо-хорошо. Мы себе говорим. У меня нет болезни. Я ем, что хочу. Я могу есть, что хочу. А потом страдаем. Потом, блин, даже 40 нету. Оно вылезет просто в один неожиданный момент, когда уже организм перестанет накапливать. Когда уже все ресурсы и резервы, куда это можно было складировать, уже исчерпают себя. Все это вылезет болячками. Все это быстро постареет, плохеет и так далее. Поэтому сохранять свою молодость, красоту и здоровье надо с самого детства. Профилактикой правильных привычек. Как пищевых, так и физических. Ну и плюс еще умственные. К сожалению, да, в этот момент упустили. Но никогда не поздно сейчас начать работать над собой. Это и с мышлением работать. Почему я ела ту еду, а не вот эту. Например, мясо мы едим. Вообще любая еда, она нам не нужна для того, чтобы клетки росли, регенерировали и так далее. Видите, какая регенерация? Мы стареем. Чтобы еда не нужна нам, чтобы мы питали свой организм. Потому что все, что мы едим, все равно мертвое. Там микроэлементов, витамин нет. Вот все, что вы сварили при температурной обработке от 40 градусов, там ничего нет. Это просто мертвая, пустая еда. Но мы же как-то живем. Еда, она не дает нам питание на самом деле. Она переносчик информации. Так вот, мы телепатически связаны с этим миром, да, через информацию, которую съедаем, можно так сказать. Дощупаем, съедаем, смотрим. И мясо переносит в животную вот эту информацию, животные страхи, инстинкты и так далее. То есть мы познаем об этом мире, о всех страшных вещах через мясо, когда его кушаем, да. Растения на другую информацию приносят, мясо другую и так далее. Вот. Не знаю, что я про мясо сейчас сказала. К чему вела разговор, ладно, упустим. И Кай будет разношерстно. Вот. Надо пока не знать, что добавить к этому. Мне кажется, я тут что-то пропустила. Сейчас, одну секундочку. Как мы меняем свое прошлое? Здесь сейчас прошлое всех вариантов сосуществует одновременно, как и будущего и настоящего, да. В данный момент мы, когда мышление свое меняем, проекция прошлого и будущего тоже меняется. Менять можно осознанно, но это не всем дано, да. И этому можно научиться. Но то, что оно все время меняется у всех, это факт. И просто вы об этом никогда не узнаете. Никогда не узнаете, что вы были вчера мужиком, завчера женщиной. То есть как бы мы бессмертные, живем во всех измерениях одновременно и так далее. То есть здесь такая тема квантовой физики, которую сразу тоже не объяснишь. Но у меня есть много эфиров по квантовой физике, квантовой механике, правильно лучше говорить. И примерно там есть такие объяснения, почему и как мы меняем прошлое, как оно работает. Но это тоже теория. Во что верить, мы выбираем сами. Как я могу проявляться, служить миру? Мне 64. Хоть 64, хоть 100, хоть 5 лет. Разницы нет. Одинаково. Менять, во-первых, ну ладно, свои привычки, хрен с ним, это следствие. Менять свое мышление об этом мире и начать наслаждаться вот здесь, сейчас. Неважно в каком возрасте, в какой стадии ваши проблемы. Наслаждаться этим миром и каждым мгновением этого мира. Наслаждаться здесь, сейчас жить. Вот именно в этом процессе у вас будет ваше настоящее проявление. Не надо специально выдумывать, как проявляться. Наша задача сейчас научиться видеть вот этот мир, вот все, что вокруг нас есть. Что я это создаю, и все клеточки моего мира, другие люди, клеточки одного целого организма, каждый участвует в процессе здесь, сейчас. В одну секунду все люди мира рождаются, чтобы исполнить ваше желание держать этот стакан и чтобы вы пили воду. Кто-то рождается, чтобы родить кого-то. Кто-то в этот момент уже рожает. Он же сейчас проходит какое-то обучение там в школе, он же проходит сейчас в университете, его кто-то учит. Он же выдувает стекло, он же строит этот завод. То есть каждый человек нес лепту. нам создали все вокруг, все предметы, все-все-все, все, что вокруг есть, люди. Все клеточки меня во всех измерениях прошлого, будущего, настоящего, параллельных реальностей во всех, понимаете, во всех измерениях. Здесь сейчас в одной точке квантового мира этого происходят все процессы, чтобы в данную секунду у вас был этот стакан. И когда вы живете, видя вот этот процесс, представив его, что сколько людей мира сейчас создают электричество, воду, очистительные системы, кто-то ее там добывает, кто-то там стекло, кто-то дизайн, кто-то эти буковки, кто-то придумывает вот этот цвет, стол, компьютер, там все, что вокруг вас находится, все, что-то, кто-то делает для вас прямо сейчас, исполняет ваше желание. Все люди живут ради того и рождаются только ради того, чтобы исполнить ваши желания здесь, сейчас. и представьте, что вы точно так же вносите лепту в желание всех людей, которые так же, как и они для вас, вы для них это все делаете. То есть, каждое ваше действие, каждая мысль исполняет кому-то желание, понимаете, и мы все вот так вот взаимодействуем, как клеточки в нашем теле, в организме в целом, так и мы с людьми во всем мире взаимодействуем. Если вы будете проживать каждый миг, видя вокруг себя сколько всего создано, сколько исполнено ваших желаний, сколько всего есть с благодарностью всему миру, всем людям и вот это чувство наполненности, настоящей, я не знаю, как это правильно, радости, охрененности просто вообще, уникальности, ну, настолько это круто, что мои желания дают людям возможность иметь работу, деньги, жить, рождаться, потому что не было бы у меня желания сейчас пить вот этот стакан с водой, воду в стакане воды, эти люди бы не родились для меня в данную секунду и не создавали бы его, потому что зачем они нужны, если они никому не нужны, вот, всем нужна нужность, благодаря нашей нужности люди существуют, я существую благодаря нужности всем людям, как и каждый человек в этом мире, просто своим проявлением, мы пытаемся заниматься в этом мире не своим делом, то есть пытаемся найти какое-то хобби, работу, предназначение, хотя наше предназначение это не назначение, предназначение, передназначение, то есть пока непонятно, то есть проявление без какого-то определения, проявление безопределенной профессии, проявление безопределенного То есть предназначение наше – не искать ничего конкретного, а искать в себе возможность радоваться этому миру, искать в себе возможность понимать, что благодаря мне этот мир существует, благодаря каждому человеку этот мир существует. Без кого-то этот мир был бы без пазла. Несовершенен, неполный картина мира, всё бы разрушилось. В часах куча деталей, и каждая деталь взаимосвязана. Если мы какую-то шестерёнку уберём, часы сломаются, и они будут непригодны, ненужны, нерабочие. И можно сказать, часы не существуют. Ну вот они как бы есть, но они не существуют, потому что функции часов нет, работы нет, жизни часовой нету, понимаете, потому что одна деталька убрана. Вот так же в нашем мире. Каждая мысль, каждое движение, каждая, 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 всё это нужно. Каждый человек, каждая животная, птичка, таракан. А мы всё отрицаем. Отрицаем чувство, часть себя, отрицаем людей, животных, давим тараканов, что угодно, понимаете. И не ценим ничего вокруг, не ценим свои поступки, благодаря которым люди рождаются, не ценим свои желания, благодаря которым люди рождаются и имеют эту жизнь. Не ценим других людей, которые родились и сделали вам всё вот это вокруг, понимаете. Вот именно вот эта ценность и есть то, что оживляет нас. Это единственное наше предназначение. И вот в этом процессе и работы будут, и хобби будут, и будет что делать. То есть, когда мы не зацикливаемся на конкретно, что делать, мы не можем знать, что нам делать в следующую секунду. Иначе, если бы мы узнали, смысл жизни бы пропал. Ну, как бы пиоробот бы оделись в скафандр и знаем, что сейчас шаг делаем, упадем, падаем. Но ничего с этим сделать не можем, потому что уже назначен следующий шаг. То есть, смысла жизни нет. Жизнь – это череда выборов. Выбирать жить, то есть делать всё, что даёт энергию, или выбирать смерть, всё, что у нас её забирает. Вот каждую секунду нам нужно в благодарности видеть, где, как поступить или думать, чтобы это давало нам энергию, давало радость, давало смысл жить. Понимаете? Вот. Это очень и простые, и одновременно самые трудные вещи, которые вообще возможно объяснить кому-то. И я не знаю, как их объяснять. Вот я вот уже в пятый год объясняю, в шестой, в разных ипостасях, в каждом эфире, да, одно и то же. Каждый раз разными словами, и мне всё равно кажется, что это непонятно. И я не знаю, как это по-другому объяснить. Может быть, какие-то пазлы, блин, со временем начнут происходить. Все наши проблемы от того, что мы не любим жизнь, не ценим её. Вот и всё. Как ещё объяснить? Проблема с ногами, больше с правой ногой. Отец умер от этого, была ампутация, а мама болит сейчас. У меня тоже в разных местах периодически чешется и болит. Куда смотреть? Ну, ноги – это идти, да. Наш путь, мы не проходим наш путь. Наш путь – это выбирать всегда дороги, которые нас будут, грубо говоря, радовать, да, которые созидают. Мы выбираем дороги, которые нас убивают. Мы выбираем мысли, которые нас убивают. И делаем то, что нам не нужно. У нас настоящие вещи, которые мы могли в этой жизни делать, они отложены на потом. То есть наше желание отложено на потом. Мы занимаемся херборой, суетой, делая вид, что у нас куча дел. А эти дела в масштабах теленной, в масштабах тела – это просто какая-то ненужная суета. То есть мы теряем время. Ноги нам показывают, что мы идем не туда. То есть мы за ненужными нам вещами гоняемся, за внешними вещами, внешними вещами мира, деньги, работа, люди, любовь и так далее, внешне. Теряем связь с внутренним я. Кстати, сейчас книгу про деньги дописываю. Я ее уже дописала. После проверки я решила еще раз ее проверить. И решила, что не до конца раскрыта тема, и опять ее дописываю. И там вот все, что я сегодня говорила, практически есть все. Я пытаюсь вот это тоже объяснить, эту тему. Книга «Деньги новая» будет. Ребенок, внучка, все время, чтобы не предложил, говорит скучно. За год очень похудела, прям кости торчат. Ребенок, внучка, да, это отражение вашего внутреннего ребенка. Это получается вам скучно. Что такое скука, да, это когда нет интереса. Нет интереса – это тогда, когда мы его знаем. Мы, вот в начале эфира говорила, мы на все, все узнаем. Нам нужно менять эту привычку в корни и все время, даже смотря на самые обычные вещи, говорить. А может быть, это не так, как я думаю. Может быть, есть еще какие-то стороны. Разрешить себе не знать. Тогда появляется интерес это увидеть. И мы, случайно-неслучайно, узнаем об этом, что на самом деле это тоже действительно было не так. И так во всем. Нам надо научиться расставаться с укоренелыми шаблонами мышления, со своими знаниями, вот со всеми. По поводу питания, по поводу упражнения, по поводу, как наш мир устроен, по поводу нашего тела, отношений, да всего, вообще вот всего. Мы с вами решили, что мы все знаем. Но это не так. Потеряла голос. Голос, как и кашель. Про него рассказывала, да. Мы с одной стороны не высказываемся. Ну и тело такое, ну окей. Все равно не говоришь, будем молчать. Ну то есть, по твоим желаниям. Не хочешь говорить, окей, молчи. Это первое. Второе, потеряла голос, как право голоса. То есть, вот эта вот неуверенность в чем-то, что не услышат, не поймут и не будут, значит, долезть. Вот типа того, такого проявления. Согласно по поводу ухода людей из жизни, 200% так, заняться собой срочно. Да, Ирина. Пожалуйста, подскажи, нет денег, устроилась на новую работу, все хорошо. Вдруг один директор у другого снимает все деньги, организация исчезает. И опять, я с маленькой зарплатой. В организации нет денег, постоянно что-то происходит. Как устраиваться на новую работу, что это может сигналить мне? По поводу денег, миллиард шаблонов. Деньги – это наша энергия, деньги – это наши перемены, это наша новизна. Нет перемены, нет новизны. Есть одни укоренелые шаблоны – нет денег. У меня есть очень короткая книжка «Деньги», которую вот прямо сейчас можете начать. Вот там прямо суть, почему у вас нет денег, да и что сделать, чтобы они были. Есть сериал бесплатный в 10 частях, про деньги называется, на YouTube, вот здесь, в этом же канале. Поиски наберите про деньги и посмотрите. Магическая таблетка есть с деньгами, с шаблонами мышления, разобранными со всеми, про деньги. Это вообще все курсы у меня связаны про деньги. За 5 секунд, я вам сказала, да, нет перемен, нет нового. Вы живете все время по старым шаблонам, которые надо менять. Ну, это как бы суть, это основа, это база. Но конкретно, да, что делать, какие шаги – это очень долгая, большая работа с деньгами. Не может быть такого, чтобы вы сегодня что-то поняли, потому что завтра появились деньги. Нет, это жизненный путь надо пройти, чтобы мир отражал нам достаток, чтобы он нам отражал. Тут и благодарности не хватает. Зачем нам мир будет что-то давать, если мы неблагодарны? Про благодарность я говорила, да, что люди нам эти деньги создают и несут, что люди нуждаются в наших проявлениях, да, чтобы за это обменять деньги. Мы не проявляемся, поэтому они нам не могут эти деньги дать. То есть как бы мы им ничего не дали, а что они там нам заменят? То есть это вот такая вот фигня. То есть это надо менять вообще в корне все привычки жизненные практически, да. Принимать от мира научиться, давать этому миру научиться, проявлять себя на максимум научиться. То есть если платим, ну то дать уже тогда. Я не знаю, если смеемся, то по-настоящему стесняясь, да, убрать вот эти все эти стеснения, стыд. Потому что если у нас недостаточное проявление, люди недополучили то, что они хотели, соответственно, они не могут нам дать в полной мере, так же, как в полной мере ничего не получили от нас. Все, вот этого обмена нету. Соответственно, и денег нету. И работа. В книге тоже описано про деньги. Работа – это просто обычные наши действия, которые делают эту перемену. Если мы вспомним физики, мы кидаем палку в костер, она сгорает, происходит эта перемена, у нас палка трансформируется в газ, в тепло, в энергию. Эта энергия потом куда-то идет. Если прибор какой-то сделан, эта энергия аккумулируется во что-то. Если на свежем воздухе, ну там она ушла в природу, и там где-то природа тоже ее на что-то где-то поменяет. Вот, то есть это постоянный вот этот взаимообмен, трансформация идет. Деньги – это эквивалент перемены, обмена одного на чего-то. И работа – это помогающий инструмент обменять одно на что-то. То есть деньги и работа, можно сказать, суть одна и та же. И если проблема с работой и с деньгами, перемен дарить себя и брать свое от других с богатальностью, хромает. То есть вот этого не хватает. Как сложно философские вещи такие, блин, объяснять. Я не знаю, понимаете ли? А в личных отношениях так работают ноги. Марина тоже работает. Я заметила, что у мужа, когда выходит, по моему мнению, психосоматика через боль легких, он лечит, а бесполезность, симптомы не проходят. Он в такие моменты начинает продавать машину, брать другую, в итоге ничего не меняется, кредит остается, машина меняется, новую нет возможности взять. А поддержанные подмешки. Я сейчас озвучила ему это, что дело не в машине, а во внутреннем состоянии. Отследить надо, что не так, как это можно понять и что менять. Анна, соответственно, не мужа вы должны объяснять о себе, потому что он просто вам транслирует, что муж, что машина, что ситуация. Машина – это скорость. Машина – это средство передвижения с точки А в точку Б. Машина на энергетическом уровне, это просто перемена, как и деньги, перемена. Но масштаб машины – это способ ускорения перемен, можно так сказать. Так вот, вы все время, вы в своей жизни, в своих поступках, в своих мыслях пытаетесь ускорить процессы, которые, допустим, не надо ускорять. Вы пытаетесь менять процессы, которые не надо менять. не принимаете, да, какие-то процессы, пытаетесь их ускорить, либо поменять, не разобравшись с самим процессом, для чего он нужен, что это за процесс. Блин, переложить жизненные ситуации сложно сейчас. Машина – это инструмент для скорости. Вам нужно из одной точки попасть в другую. Вы меняете, а они ломаются. какие-то ускорители в ваших действиях. Ускорители в наших действиях – это мотивация, интерес, это желание, желание там познать, увидеть, сделать, наслаждаться своим проявлением творчества, своей работой, да. Мы хотим ускорить работу, возможно, какую-то с точки А, чтобы попасть, ну, например, вот хочу вот это и прямо сейчас, а вот этот путь проходить не хочу. И все время пытаетесь добыть, то есть вы не хотите ехать этот путь на одной машине, меняя его постоянно. Вы хотите добыть прямо здесь сейчас то, что тому, чему не время, как бы и не место, да. Ищите способы без наслаждения и проживания процессами. Как сложно мне это объяснить, я не знаю, какие-нибудь спами. Если еще мысль появится, скажу. Никогда в жизни особо не работала, максимум два месяца за жизнь, деньги всегда были, мне 32, мама переживает и постоянно давит, чтобы я шла, искала работу и не знаю, нормально ли это, что я люблю сидеть дома. свободу хобби изучать и нет тяги устраиваться. Я даже не знаю, как это делать и зачем. Ради чего люди работают. У меня маленькие потребности покушать, и жилье всегда есть. У Нелли в компании я бы с радостью поработала. Вот, видишь, потому что дело не в работе, а дело с кем и чем заниматься. Вот, Ирина, смотрите, до 32 лет вы были ребенком, ну, пришло время повзрослеть и в вашем жизни на пути, что вы уже этот путь прошли, который вот там небо, все это падало, все это как-то, все хорошо скучалось, складывалось, да. Теперь пришло время вашей душе ну, что-то узнать, познать, двигаться, расширяться. Пора уже додуматься, да, найти, что вам по душе уже и чем-то заниматься. Ну, вы же сами понимаете, что сидеть в состоянии просто лишь бы где поспать и что поесть, а не медное состояние, ну, поначалу, да, классно было. Вот, но потом это как зернышко, которое сидит под землей и такое думает, мне так тут хорошо, мне так тут комфортно в скорлупе, чего мне туда наверху вылезать, там, может быть, дождик, птички склюют, там, солнце палит, высушит, а может, там асфальт вообще не пролезет, тяжело придется, ну, и так оно и сгнило, там, да, под землей и не выпало, не выпало на жизнь, на солнце посмотреть. Вот, так же и вы, то есть тепло, хорошо, понятно, ничего не происходит, вот, но душа ваша требует, да, этих перемен, жизнь поменять на, сколько там, 180 градусов, то есть, возможно, просто время пришло, да, найти с кем, чем-то интересным заняться. Так, вторая кошка и проблема с ушами. У меня с недавнего времени поставили туго ума, так, вторая кошка и проблема с ушами. У меня с недавнего времени не поставили туго ухость левого уха, что я не хочу слышать, не пойму, что мне это отражает. Ну, наверное, очень много жизнь вам подкидывает, там, советов каких-то, люди пытаются вам что-то сказать, навязать, да. Наша задача, когда нам что-то говорят и навязывают, не брать это на чистую монету, потому что понимаем, что у нас есть своя правда, мы точно знаем, что это так, а нам пытаются навязать что-то другое. Мы виним человека, какого хрен ты лезешь там, от него закрываемся, и от мира так закрываемся, и ушами так закрываемся, и глаза перестают видеть, то есть, мы не хотим видеть, не слушать. Вот, но нам нужно понять, а то девушки, мужчины, парни, дети, все, весь мир пытается мне сказать, то есть, не конкретно ту информацию, которую они нам несут, а здесь мы должны понимать, что они заблуждаются, и поэтому я тоже заблуждаюсь, а значит, перестать мне нужно держаться за свою правду, и все, что я знаю, да, и в чем я прям так отстаиваю свой интерес, надо подумать, может быть, взглянуть на это с другой стороны, вот, и начать слушать мир, но не интерпретацию этих людей, а слушать о том, что вам надо поменять свое мышление, не зацикливаться на своей правде, можно так сказать, как еще объяснить, что пора то же самое, что вы уже знали, изучить по-новому, как бы, в каких сферах, тоже не знаю, если вы там учите работу, то, возможно, вам надо понять что-то с работой, и что много вещей, которые вы делаете на работе, да, можно сделать по-другому, и что не обязательно действовать так, как вы действовали, если там это связано сейчас с проблемой в семье, то точно так же изменить в семье, что вот вы всегда были убеждены, что вам надо подчиняться мужчине, а может быть, это не так, можно же и подчиняться, не подчиняясь, вот, и на любые проблемы, вот любые проблемы, они вам сигналят как раз, где нужно отстать от своей правды, и увидеть, блин, как-то с другой стороны поделиться, нам вообще люди по жизни на много чего говорят, правильного мы не слышим, мне всю жизнь говорили, какого хрена я ем все, я говорю, да мое тело может даже гвозди переваривать, я столько раз слышала информацию про еду, но я почему-то не вот понимаю, слышу, но ни хрена не понимаю, то есть я только сейчас понимаю, и то, наверное, не до конца понимаю, что со временем еще много чего пойму связано с едой, вот мы так все знаем, но я не допускала мысли, что может быть как-то по-другому, как только начинаешь допускать, ты начинаешь видеть, что действительно, блин, не так, как кажется. Хорошо, что стала делать эфиры, не хватает, 150 раз слушаешь одно и то же, и на 151 обязательно дойдет, может быть, да. Скажи, пожалуйста, как обиды использовать, использовать для себя, давайте, сами порассуждайте, не буду я вам сейчас говорить, что такое обида, напишите вот сейчас вот здесь в сообщениях, что такое обида вообще. Нелли, а как понять, что ты мужчин, а как понять, что ты мужчин интересуешь, мужчин исключительно сексуальной точки зрения, не то, чтобы жениться не хотят, но сам факт того, что меня триггерит, и тебя все уверяют, что это нормально, блин, ну это нормально, придется либо на слово поверить, либо проверить. мы зачастую любим ушами мужчины глазами, да, но что-то с этим против природы не пойдешь. У нас нету желания познавать внутренний мир любого человека, да, пока он нам не понравится на ближайших подступах внешнее, но опять же внешнее мы щупаем не только глазами и ушами, мы телепатически считываем вот всю ауру, в которой есть вся информация о человеке, мы прикасаемся, мы считываем информацию с человека, блин, смотря на его поступки, там понятно, как он выглядит, что он там говорит, и так далее, но вся информация, 99% считывается у нас полем, и мы даже умом не можем это объяснить, и ушла в другую степь, хотела классно ответить на вопрос, я, наверное, с этим закончу, и я отвечу, мужчины вам транслируют раскрыть свою вот эту сексуальность, вот, пора уже прятаться, ну, как это объяснить, то, что мне тоже это сложно сделать, мне хочется сразу, чтобы вы во мне видели умную человека, а не женщину, вот у меня тоже такое мышление, да, не хватает вот этой вот природы моей раскрыться сейчас, потому что у меня шаблон, которыми надо работать, так что я, наверное, глубоко не уйду в этот вопрос, в общем, имя, не знаю, ваше, мира, мира, назову вас, это нормально, что мужчины сначала хотят женщину, как женщину, да, и вам надо с этим смириться, и посмотреть на это с другой стороны, да, что-то плохого вообще, как это сделать, ну да уж, теперь уж точно от себя не сбежишь, хотела на других свалить, а нифига самой придется, все, я поняла, куда надо подумать, тут несколько моментов, каждый обмазг будет, спасибо огромное, так, гречку на ночь в чем замачивать, холодная вода, говорят, кефир нежелательный, молочка вообще полная, любая молочная жижа, вот любая, сыр, молоко, кефир и так далее, возбудитель всех грибков в вашем организме и следствие всех ваших болезней, молочку не ем много лет и вам не советую, чтобы у вас не было проблем, все замачивается в чистой воде, спасибо за прояснение про прошлое, помню про то, как вам приходили с долгом, а потом оказывалось, что не было долга, какие-то копейки, мне удавалось другим объяснять про такой феномен, хотелось бы и себе так сделать, но чтобы так сделать, я еще раз повторюсь в начале эфира, ваши действия должны меняться, ваши мысли должны меняться, это не просто вы поменяли мысли, а действия не поменялись, ваш образ жизни должен поменяться, и вы удивитесь, что долгов нет, потому что когда вы отдаёте долги себе, внешний мир, это отражение долгов к себе, мы себе задолжали, здоровье задолжали, и профилактику со своим телом задолжали, и радость мы себе задолжали, и благодарность задолжали, любовь к себе задолжали, выбирать себя задолжали, я не знаю, то, что мы себе часто очень прём, говорим, что я себе обещаю, и не делаем, мы задолжали себе желания, задолжали себе действия, задолжали видеть в людях то, что они живут для нас, а мы для них, и что любить мир этих людей, мы это тоже себе задолжали, потому что весь мир и люди часть нас, и мы себе задолжали любовь через других людей. Любят других людей, мы любим себя. Мы всё это задолжали. Внешние долги это просто отражают. Плюс про долги, вот у меня есть три последних эфира, вот полистайте там прям про долги, вот только про долги два часа. Посмотрите. У меня всё зависает, не могу слушать эфир, я его сейчас сохраню, потом посмотрите. Зато серьёзный диагноз даёт смысл жизни, да. И шанс всё поменять. Когда ничего не происходит, мы здоровы, никто ничего не болеет, там проблем нету, мы не развиваемся с вами, мы себе подкидываем в ситуации. Сами создаём же их. Для того, чтобы в этом, в этой игре, в этой киношке, не знаю, проходить, скиллы свои нарабатывать, чтобы мы силу свою прокачивали, умение, мастерство, жить эту жизнь, да. Не в чём-то там прям конкретном, а мастерство жить эту жизнь, а выбирать себя постоянно. И мы будем здравствуй, грабли, наступать на эти проблемы много раз, да, пока мы не поймём, что мы не то делаем, не так думаем. Расскажите про личную консультацию, про что это? С мышлением работа идёт, или только выявление причин? У меня разные консультации есть, есть двухчасовая консультация, то да, мы выявляем причины, я даю рекомендации, как с собой работать, а если вы хотите вместе работать, чтобы я с вами работала, да, и как костылём для вас была, работа растягивается там на неделю, на две, на месяц, не два часа, да, это уже другая консультация, где мы вместе все шаблоны трансформируем, где я их трансформировать помогаю, задаю наводящие вопросы, мы прям сидим и это всё вместе делаем. То есть и такая, и такая есть. Сижу в декрете постоянно, что-то ем, как с этим справиться. Энергии море, но ребёнок ничего не даёт, но он даёт вам поесть. Нет, давайте всё-таки придумывать, как можно совмещать с ребёнком, что-то делать. Когда что-то, кто-то внешне не даёт, там, ребёнок, деревенности, долги, то, что я помню, или ещё что-то, правительство, там, правила, это всё отмазки. Просто отмазки. Когда отмазываемся, мы же сами творцы создаём это, чтобы нам эта отмазка подтвердилась, и мы действительно нашему укоренённому шаблону, который мы уверили, подтвердимся в реальности. И мы такие, ну да, я же в это верю. Ну да, и это происходит. Ну, раз это происходит, я ещё больше в это верю. Надо вам понять, что есть реальность, где ни ребёнок, ни какие-то обстоятельства не могут вам помешать наслаждаться чем-то, что вы делаете. Это могут быть даже самые бытовые вещи, вот самые простые. Чему-то ребёнка там учить, что-то делать с ним, там и убираться, и готовить, и сшить, и он будет рядом. Я когда на Гуа недолгое время жила, там в окружении было очень много мам, у которых было по пять детей. Они такие худенькие, молоденькие. Сзади висит ребёнок, спереди ребёнок висит, который родился месяц ему от роду, блин. И они везде ездят, купаются, я не знаю, просто тем только там мама не занималась, ей никто не мешал, никакие дети. То, что вот она вот прям родила, пошла, и всё, и на байке уже едет вместе с кучей детьми, и на пляже валяется вместе с ними, и по рынку она там ходила, кофты выбирала. Я таких, ну, просто знакомилась с такими людьми и видела их просто очень много. Я не знаю, кто был на Гуа видел, наверное, таких женщин. Там даже не женщины, там девушки молодые просто. И вот ребёнок им совершенно не помеха. И на баре такие же истории видела, когда молодые девки, куча мелких, и она с ними везде носится, везде летает. Поэтому, опять же, это отмазка, это наша убеждённость, что вот всё, ребёнок есть, я теперь не могу время на себя потратить, ничего не могу сделать. Можно найти с этим ребёнком, да, как и что совместить, если мы себе дадим шанс об этом думать. То есть когда, что такое шаблон? Шаблон, когда мы уверовали, что это невозможно. И всё, у нас ум блокирует вообще какие-то варианты развития по-другому. Он нам подтверждает всё время эту правду, да, что это невозможно. И наши действия на уровне подсознания, которые бы мы ни делали, как бы себя ни вели, всегда подтверждают и реальность показывает, что да, это невозможно, но нет возможности. Но как только мы допускаем в себе мысль, что есть варианты, что есть возможности, что вот интересно, как сейчас мне придёт такая возможность, то есть могу совмещать кучу всего, даже с ребёнком. И вы начнёте замечать, как это делается. Вы увидите примеры, что у них такая же ситуация, но у них всё получается, да, вы такие начнёте, но у них получается, они не такие, как я, я особенно, у меня точно не получится. Потом видите другого человека в той же ситуации, ну, может быть, всё-таки я попробую, да, подумать об этом. когда вы мозгу разрешаете, то у вас, соответственно, цепочка событий и всех действий, ведущих в другой реальности, меняется. Всё завязано на мышлении, только вот на нём. И события складываются под наше мышление. Не внешнее на нас влияет, да, а мы на внешнее. Курящие люди вокруг, неприятный запах, что транслируют? Ну, где-то, Гуля, вы завонялись. Ну, это психосоматики, так, да, надо подумать, где. Плюс само курение. Ну, завоняется обычно что-то залежавшееся, да, где-то вы залежались. Ну, это, грубо говоря, конечно, ничего плохого, не имела в виду вообще. Вот просто ассоциации рассказывают. Где-то залежались, закомфортились. Такие слова были интересные. Вот. И курящие люди транслируют. Они курят зачем? Для того, чтобы убить там своё время, думают, что решатся их проблемы, для того, чтобы расслабиться. Это сколько нужно, чтобы найти время отдохнуть пять минут, когда нечем заняться и так далее. Вот все эти проблемы у курящего, они у вас. То есть вы тоже опираетесь на какие-то внешние костыли, да, может быть, они связаны не в курении, а в еде или в алкоголе, или в людях, или в работе, или какое-то там занятие себе нашли, я не знаю. Что-то внешнее тоже ищите, чтобы заменить им отдых, чтобы найти причину отдыхать, чтобы найти причину подумать, чтобы найти причину сделать перерыв, чтобы найти причину успокоиться. То есть вы тоже ищите какие-то причины и чем их как бы заменить. то есть вам надо написать список, почему люди курят. И вот я делаю то же самое. Ну, только вы это без курения делаете. Был ответ от тебя про суд, про осуждение. Правда, я заметила теперь, что осуждаю себя и других. Например, волосы не так уложены, либо юбка короткая на ком-то. Как себя остановить? Начните судить с пользой себя. Ну, например, ой, волосы не так уложены. Это про критику в прошлом эфире, позапрошлом я рассказывала. У меня критика тоже во всех эфирах. Есть люди, которые критикуют, ну, в минус, да, все время в убывании этой энергии. А есть люди, которые, о, волосы не так уложены. Так, сделаю сейчас себе классную прическу. Берете и делаете. Ой, так, нос заложен. Что-то нужно сделать. Так, посмотрела психосоматику, какие-то действия завязала. Ой, какая-то я жирная. И пошла дальше, портите всем настроение. Либо, ой, какая я жирная. Так, надо пересмотреть свое питание. То есть, понимаете, критика осуждения, она может как в минусе, так и ваше развитие. Подумайте, что вы после этого делаете. Идете дальше портить себе настроение и людям, да, либо вы извлекаете из этого волос, да, и идете это править, исправлять пользу себе. Исправлять не чтобы лучше было, да, а чтобы этим пользу приносить и себе, и людям, да, и энергию на этом получать, и радость на этом получать, да, и здоровье. То есть, какая польза в том, что я покритиковала, что я жирная. Какая польза в том, что я могу сейчас подумать. Причины, почему я таскаю лишний вес, да, я от чего-то там прячусь, окей, сейчас подумаю над своими страхами. И второе, я, возможно, убиваю свое тело, блин, убиваю, но оно одно единственное, да, я гоняю в этом скафандре по этой жизни, ну, тяжело мне гонять в этом теле, может, как-то починить его, там, что-то подумать, что я в него пихаю, там, бензин поменять, понимаете, то есть, критика, она может же идти на пользу, нет ни плохого, ни хорошего, есть просто какие-то чувства, которые надо использовать. Так, обидно, это чувство жалости к себе, чувство боль из-за ненужности. вот, надежда, я уже опередила ваши слова, вы должны понять, что вы нужны этому миру, без вас, без ваших желаний, ни один человек на планете не смог бы ни родиться, ни семью, образование, деньги, дом, что-то сделать, чтобы исполнить ваши желания. Мы все завязаны на желаниях друг друга и все вносим в лепту в исполнение этих желаний. Чтобы создать воду, нужно со стакана, да, еще раз повторюсь, нужно придумать электричество, построить дом, построить завод, придумать, как это делать стекло, придумать дизайн, обключиться на дизайнера, вообще родиться нужно, нужно, чтобы папа с мамой встретились и вообще родили, блин, того человека, который будет этот стакан делать, да, кто-то там водопровод будет проводить, для него нужно элементы делать. То есть каждый какую-то лепту внес, неважно, чем бы он не занимался любыми косвенными и прямыми путями, понимаете, и вы точно так же нужны этому миру, но нужны этому миру вы только тогда, когда вы принимаете этот мир, то есть принимаете их рождение, принимаете их работу, благодарны. Короче, без вас этого мира не может существовать. И вот эту пустоту типа нужности и ненужности, когда вы начинаете рассуждать и понимать вот эту вот глубину, ее уже не надо будет едой и чем-то другим заменять, вовнутрь себя вкладывать, потому что у нас дыра там, что вошло, то и вышло, у нас там есть вход и выход, да, а чувства, они заполняются и никуда не уходят. И потом не треба вот этого все. А если я не оплатил покупку много лет уже и совесть мучила, на днях вспомнила и пошла отнесла деньги, теперь легче, а все потому, что решила, что товар фигня продает дорого, такой бред был в голове. Рада, ну раз вы это сделали, у вас был импульс, хорошо, поблагодарите себя и вообще людей, здорово. Я с вами уже пятый год, процветания вам, спасибо, Елена, что вы со мной, очень рада. Слушаю тебя, чувствую, что можно измениться, побороть свою прокрастинацию, конечно, можно. Хочу к тебе на марафон, пишу как Бог. И как относишься к нейрографике? К нейрографике я отношусь хорошо. У меня в этом канале, наберите нейрографика, нейрографика, там будет три или четыре эфирчика с нейрографикой, которые у меня через стихи, через желания тоже есть. Она немножко отличается, без правил. И тоже люблю рисовать в свободное время. Ну, не часто это делаю, очень редко. По поводу марафона, пишу как Бог, если вы хотите научиться писать, приходите, конечно, можно написать в любых комментариях в любой моей группе, менеджер всегда найдет или я и скину вам ссылку, как записаться, либо в чат-боте. Так, думаю, не проблема. Сегодня Хэллоуин и затмение через час. О, я даже не знала. Как его посветуете встретить? Для чего существуют эти коридоры затмений? Ирина, я не знаю, не могу сказать. Гноится левый глаз у новорожденной дочки, лечу, никак не происходит. Что сигналит? Правая сторона мужская, левая женская. Правая сторона отвечает за отделание проявления в нашем мире. левая сторона женская отвечает за желание в нашем мире. Левый глаз. Глаза это смотреть, видеть, созидать, наблюдать внимание наше. То есть, вы, получается, невнимательны к своим желаниям, вы невнимательны к своим потребностям, вы очень много игнорируете и ваш фокус внимания направлен не на то, что вам было бы интересно, радостно и приносило бы то, что, ну, пользу, какой-то интерес вызывало. Ваше внимание на негативе, на недостатках, на какой-то стороне, которая вам не приносит пользу. То есть, ваши мысли и внимание на проблемах, да, а не на том, как их решать, допустим. То есть, с желаниями связано, да. Вот, нежелание видеть, даже нежелание видеть обратную сторону. Медали, то, что происходит вокруг вас, нежелание видеть проблемы, хочется от них уйти, нежелание их решать. Вот. Всё. Эфир огонь. Как всегда, на все вопросы нахожу ответы. Так, у меня тут сейчас два последних вопроса, или что там, тексты сейчас прочитаю, и буду выходить, потому что, ребят, хочу пить и есть. Я после стоматолога ещё сегодня не ела. Время 9.35. Я утром съела. И что я с утром съела-то? А, я съела блинчик из зелёной гречки, маленькую, и ложечку мёда. И всё. Вообще больше ничего не ела. Хочу пойти в кушку готовить. Так, работаю как самозанятая в разных магазинах. Директора уговаривают устроиться к ним на постоянной основе. А я не хочу привязывать к одному месту. Да и денег там меньше будет. Это я сама себе хочу, это я сама себя хочу установить. где-то... Нет, смотрите, то, что вам директора говорят, типа, давай, устраивайся к нам, ты не хочешь, ну, правильно делаешь, не устраивайся. Вот, ты поступай так, как тебе нравится, как тебе комфортно, как тебе удобно, да, и то, что радует вам, и всё. Вот, но обрати внимание, что директора хотят взять тебя в рамки какие-то. значит, они просто тебе намекают в зеркале, что ты сейчас в своей работе затиснула себя сама в какие-то рамки, на которые ты не выходишь. То есть, у тебя есть определенные правила в работе, которые тебе как бы намекают. Расширяй, то есть используй методы в работе, которые ты не использовала, подумай, что ну, твое поведение на работе, методы, инструменты, не знаю, программы, они уже довольно-таки узки для тебя, да, тебе можно внедрять много новых инструментов и искать какие-то дополнительные вот эти инструменты, дополнительные какие-то программы, искусственный интеллект подключить к своей работе, подключить какие-то нововведения, то есть ты загнала себя в рамки, то есть если они инфицируют тебе зайти в рамки, да, во временные и рабочие, да, то это значит ты себя уже загнала, да, и надо из них выходить, то есть расширять свою работу. Новые знания какие-то требуются, да, так, дальше, может быть, новые знания тебе помогут минимизировать время и оптимизировать максимально эффективность, внедряя какие-то новые методы сортировки данных, новые методы обработки данных, чтобы ускорить процессы, да, время себе освободить и на это время еще дополнительные работы взять, либо отдых, не знаю, как можно сделать. Есть притча, умирает старик и приходит к нему смерть, старик взмолился, ответь напоследок, в чем смысл жизни, в том, чтобы я любил свою жену, нет, в том, что я должен преподавать знания, нет, помнишь девочку с косичками в школе, которую ты толкнул и потом был буллинг ее, она перевелась в другую школу, там встретила своего парня, влюбилась и вышла замуж и родила великого человека. Вот такие дела. Так что притча очень классно подтверждает, что мы косвенно любыми своими действиями всегда влияем на этот мир и каким-то образом исполняем желания всех людей вокруг. Точно так же, как и все люди вокруг нас исполняют каждое, каждое наше желание, каждую нашу мысль, которая у нас возникла, да, и благодаря всем людям, которые есть вокруг нас, благодаря тому, что они существуют и хоть как-то проявляются без стыда, идут и делают, что они хотят. Мы вот это все имеем, то, что вокруг нас. Начиная от трусов, заканчивая, ну, вот всем, вот самолетами, там, домами, работой, деньгами. Так что, будьте благодарны и к себе, то, что вы просто бесценнейший человек, без вас все умрут. Точно так же и цените и других, потому что они работают ради вас, и жизнь их ради вас, и ваша жизнь ради других. Мы все клеточки темного организма. Все, целую вас. я очень рада, что вы все были со мной. Сейчас сохраню эфир, скину, и нужно будет время на загрузку. Ребята, кто будет смотреть на YouTube, нажмите колокольчик, чтобы эфиры не пропускать. Я буду там тоже эфиры ввести. И плюс, когда будет выходить видео, вы тоже будете получать оповещение. Всех обнимаем, целую. Пока-пока. Теперь надо понять, как отсюда выйти. Блин. А, это, наверное, надо сейчас настроить, чтобы сохранилось все. скину. 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 Скину.